Клуб по рукопашному бою, в котором работал инструктором Денис Петров, называется «Воин». Под стать самому Денису, чемпиону Санкт-Петербурга и выпускнику учебного центра ГРУ. В последнее время Денис тонировал школьников. На центральной стойке в холле клуба стоит расписание, где можно найти занятия Дениса. Среда, 19.30, от 9 лет. Напротив стенд с фотографией 25-летнего тренера. Рядом стоит столик, куда ученики Дениса несут цветы. Утром 4 апреля в группе ВКонтакте клуба «Воин» написали, что пропал тренер Денис Петров. В тот же день его гибель подтвердил Следственный комитет. Очень открытый человек. Очень открытый. И простой. Ну, что не так часто бывает в боевых искусствах, люди с опломом, как правило. А здесь все очень просто. Очень быстро сошлись, нашлись общие интересы, как тренировать детей. Были большие планы у него. Денис тренировал детей рядом с ним в том вагоне. Они ехали как раз в основном дети и подростки. Мансур Сагадеев, 17 лет. Студент 2-го курса колледжа. Ксения Малюкова, 18 лет. Студентка Петербургского Акушерского колледжа. 20-летний Максим Арышев, родом из Казахстана. 21-летняя Дельбара Алиева. Умерла в ночь на 4 апреля в больнице от полученных травм. Сегодня в холле Университета Пути и Сообщения, где Дельбара училась на психолога, к ее фотографии, одногруппники и преподаватели несут темно-красные розы. Дельбара после выпуска должна была оказывать психологическую помощь жертвам терактов на транспорте. А в итоге после учебы так и не доехала до дома. Теперь проститься с ней. Едут со всего города. Я азербайджанка, умерла моя соотечественница, поэтому я пришла, так скажем, проститься. 50-летняя Ирина Медянцева во время взрыва закрыла своим телом дочь Алену. Алена выжила, она сейчас в реанимации. Ирина умерла от тяжелых травм в машине скорой помощи. Ирина была известна в городе мастером-кукольником. Она создавала куклы с вселенской печалью в глазах и невероятным оптимизмом в лицах. Ее муж Александр, даже когда рассказывает о супруге, не может отвести глаз от ее творений. Здесь много людей, у которых ни одна кукла. Или кто-то покупал на свадьбу, кто-то... Вы смотрите, куклы-то, они все позитивные. Вот это вот ее фишка была. Вторая дочь Ирины, Юлия, всю неделю не находит себе места, раз из раза прокручивая все, что происходило накануне трагедии. Мама поехала провожать сестру. Мы позавчера все вместе были счастливы и были в театре. И буквально вчера она поехала провожать сестру на маршрутку. Сестра у меня с Оликовой Новгород родная. И они попали в этот самый вагон. В тот день каждый боролся за каждого. Все боролись за всех. Светлана Петругина ехала в жилконтору. А в итоге жуткие ожоги и сквозная рана ноги. Привет, я тебе потом перезвоню тогда. Хорошо? Да, отстань. Ладно, это уже жилье-жилье. Вот так вот у меня прошло нормально. Я спала, но беснотворно. Давай, пока отстываю. Видите, я уже улыбаюсь. Я вообще всегда в жизни много смеюсь. Ну, как бы улыбаюсь много и смеюсь много. Первые сутки не досмею. Вчера тоже не очень. Ее телефон не умолкает ни на секунду. Все время кто-то звонит и справляется о ее здоровье. А она в ответ из раза в раз какой-то добротой в голосе рассказывает свою историю. 25-летняя Ева Вишневская тоже рассказала свою. В тот час она везла по работе документы и начала свой путь на станции Петроградская. У меня бывают всякие сомнения, такие различные. По какой дорожке пойти, в какую дверь сесть, еще куда-то. Тем более на Петроградке там не видно, что за вагон. Просто две двери было. Я стояла изначально у одной двери, собиралась зайти, как бы уже бойц подъезжает. Но просто у этой двери было три человека, а у той один. И я, короче, пока они заходили, там что-то тормозили очень долго. Вот. Я забежала в следующую и оказалась, получается, в соседнем в вагоне. Ну, вот так. Эта улыбка Евы – то самое доказательство, что нас не сломит. То доказательство, что мы не забудем погибших. И что выжившие будут радоваться каждому новому дню. А мы – вместе с ними. И мы продолжаем улыбаться. На зло тем, кто устроил этот теракт. На зло всем, кто решит, что может остаться безнаказанным. На зло всему злу. Павел Никифоров. Пульс. Город.